Итак, всем привет дорогие друзья! Приветствую вас на нашем канале, на канале Тугарыча. Информация очень-таки ценная, навряд ли вы ее увидите на разных каналах, но тем не менее я решил создать видео и эти выводы для меня лично очень ценны. Это мой опыт использования разных материнских плат, сетевых контроллеров, чипсетов и платформ типа Intel и AMD. Сейчас, ребят, на экране обратите внимание, что противники у нас достаточно слабые, то есть я вот только зашел в игру и, соответственно, запустился в комнату и попал вот таким противником. Геймплей, ребят, это, соответственно, сделан с материнской платы, с сетевым контроллером Intel 8257, в правом нижнем углу можете посмотреть, соответственно. Ребят, это старый интеловский сетевой контроллер и вот лично мое мнение, вот то, что у меня наболело, скажем таки, да, это просто полнейший ужас, а не сетевой контроллер. Это кусок кала полного, ребят, вот если честно, я не опану нисколько. Материнская плата вы видите сейчас у себя на экране, это Asus Z77, там уж маркировку точную не скажу, но тоже вроде как не бюджетного сегмента в свое время была материнская плата. Не знаю почему, тут сетевой контроллер работает просто ужасно, вот этот в самом низу, он находится с правой стороны, под названием типа, под маркировку 8257, то есть, ребят, вообще ни о чем сетевой контроллер, это ужас, самый-самый кал, то есть, полная какашка. Возможно, причинам, что материнская плата где-то там что-то у нее баганулось, не баганулось, там не с самого лучшего исполнения, возможно, что-то там плохо отрабатывает или что-то в этом роде, либо виноват установленный Wi-Fi модуль в эту материнскую плату. Вот, может он каким-то образом там влияет на обработку информации данных, но, ребят, как на PvP, так и на PvE урон идет достаточно плохо, и плюс фишка чего, ребят, поясню, это очень незаметные, вот эти вещи, они, какой-то человек просто их не заметит, эти вещи, но для меня они очень ясные и понятные, и вот в данном случае в Warface это самый ужас, хотя сейчас более-менее отыгрываю с этого сетевого контроллера видео, кстати, именно с этого сетевого контроллера. Слева внизу, ребят, вы можете проглядеть и трафик интернета, да, как бы с этой сетевухи, ребят, это старая платформа 2012 года, она древняя, понимаете, 2012-2013 год, это древняя платформа, древний сетевой контроллер, и, соответственно, с него как бы просто ужас играть на PvE, когда я бегу с ботами на PvE, я всегда, ребят, в конце, я всегда в конце, меня система всегда откидывает в конец, не сетевой контроллер, а просто ужас, возможно, причина в чипсете и еще в чем-то. В старой платформе, не знаю, ну, просто бред. Ребят, сейчас на экране вы видите справный вверху сетевой контроллер, который именно я купил как бы отдельно, ну, для сервака, скажем таки, ну, не сервака, а для железа, для оборудования там, да, но, тем не менее, я все-таки хотел его использовать, посмотреть, как он будет себя вести, подключил к материнской плате, которая была только что, вот до этого я показал вам на Z77 чипсете, по-моему, от Asus, да, и, соответственно, ребят, этот сетевой контроллер показал себя гораздо лучше, и второе видео, которое будет в данном видеоролике, записано именно с этой сетевухи, то есть это скорость гигабайтная, там, максимум гигабайт, разъем PCI-Express, именно новый PCI-Express, там, X1, по-моему, как я понимаю, да, тут скорость, но, тем не менее, ребят, для гигабайтной скорости хватает, как бы, ну, у меня всего лишь 100 мегабайт в секунду интернет, ну, с башкой Warface вообще килобайты потребляет, можете слева внизу посмотреть, там буквально килобайты кидут. Вот, кстати, снизу слева FPS-мониторинг, ребят, две графы интернета, верхний, это интелский сетевой контроллер, а нижний, это, как я понимаю, это вот этот сетевой контроллер, который отключен к PCI-Express, а с этого сетевого контроллера, ребят, который к PCI-Express подключен, там реалтековский стоит чип, как бы, да, с него, ребят, получше будет, то есть, как бы получше, смотрите, модельки игроков более плавнее двигаются, это вот лично мое мнение, вот, как бы, мне вот так показалось, как минимум, гораздо чуть-чуть на PVE, вот, ну, в Warface именно, вот, лучше двигаться, и на PVE я хоть как-то могу кого-то обгонять, именно вот с этого сетевого контроллера, потому что интеловский тот, который стоит на материнской плате на моей, не знаю, в чем причина, но он просто ужасно работает, вот, откровенно, вот эти нюансы, они, ребят, за огромное количество времени я могу их, как бы, определить. Ребят, на экране вы видите материнская плата от гигабайта, UDP 5, очень неплохая, под процессор AMD когда-то, и там был сетевой контроллер, Реалтековский, он третий, снизу, с правой стороны, Реалтек 8111, грубо говоря, Е, по-моему, или что-то плохо написано, у меня здесь сейчас не могу точно вам, ребят, сказать, но сетевой контроллер достаточно неплохой, то есть у меня нет был на него каких-то жалоб, в отличие от вот этого ужасного контроллера старого интеловска, на котором я сижу сейчас. На PVE позже там боты появляются, бывает на PVE под трупом стреляю. Что касается бега, а, ребят, как, вот, честно скажу, как на PVE, так и на PvP, там, да, вот я, если столкновение с игроками, я всегда последний. С этого сетевого контроллера типа Intel 8257, я не знаю, в чем причина, кстати, когда-то давно один игрок написал о том, что, когда, говорит, вот у моего друга, говорит, AMD в голову попадает, что урон как бы залетает, а вот я со своего Intel, там, стреляя по голове, и как бы урон позже проходит. Брат, вот, я вот тебя понимаю, я помню твой комментарий, все-таки, ребят, вот, действительно, это есть, я не знаю, с чем это связано, но на моей материнской плате Z77 просто ужас творится, там, на PVE, там, все время я сзади бегу, меня откидывает постоянно назад, если какие-то столкновения с игроками, я всегда, всегда, ребят, сзади буду бежать. Вот, а на PvP тоже там играть очень сложновато, ну, плюс, вот, данное видео сейчас, конечно, с этого сетевого контроллера идет записано, да, но тут и видеокарта 1060, поэтому я хоть как-то, ну, выруливаю, ребят, специально играл с болтовкой, чтобы вот именно хоть как-то попытаться вам показать какие-то, что с этого сетевого контроллера игроки как-то более дерганно перезвигаются, но играл вот не против самых сильных игроков, ребят, но поверьте, что эта сетевуха древняя и вот эти древние ителовские платформы с такими сетевухами, ребят, это ужас и отличие в сетевухах все-таки, ребят, но есть, поверьте, отличие вот среди, скажем таки, железа, они очень-очень сильно все-таки чувствуются и замечаются. Ребят, у нас следующая материнская плата, это тоже, это у нас сокет 1151, чипсет H110 идет там, вот, интеловский процессор, материнка самая бюджетная, самая дешевая, вот MSI была у меня, там стоял реалтековский сетевой контроллер, как он показывал себя, тоже неплохо, в принципе, отличие, даже отличие вот с предыдущей платформы, типа, где процессор AMD был, 8350 и сокет там, FX990 или что-то подобное, нет, сокет, ребят, путаюсь, там чип стоял такой, X99 или какой там, не знаю, точно не скажу, ребят, забыл совсем, вот, древнее, уже давно было все это, сокет, а М3+, там был, на той материнке, да, МДшный, и там сопоставимый вот с этим, этот реалтековский сетевой контроллер, с тем вот они примерно вот то же самое, было одинаково, но вот как-то так, разницы, в принципе, большой, как бы, даже и не было, грубо говоря, да, ну, может, на 1151 чуть-чуть получше, но я этого даже не заметил, и вот материнская плата, вот, как вы видите на экране справа, на сокете 1151, ну, реалтек, ну, в принципе, да, неплохо, то есть, ну, не было такого ужаса ни в коем случае, даже ни на процессоре 8350 с реалтековским сетевым контроллером, ни на вот этой МСАИКе, тем более, да, бюджетного варианта с реалтековским, не было таких ужасов, как на интеловском 8257, то есть, это просто жесть, это полнейший крэш, там, ужас полный, ребят, вот это лично мое мнение, в процентном соотношении, конечно, не особо такое отличие, скажем-таки, то есть, если железо мощное, оно хоть как-то, ну, что-то позволяет отыгрываться, да, но тем не менее, все-таки заметно, ребят, вот, когда сетевуха получше, это, ребят, чувствуется, ну, отличие, опять-таки, вот, примерно 5-10%, да, вот, ну, ну, вот это чувствуется, ребят, то есть, когда на ПВЕ бегу, я всегда сзади, например, это большая беда. Сейчас видео, ребят, идет с той же материнской платы Z77, там, от Азуса, да, древняя, там, 2013 года где-то выпуска, но сетевой контроллер подключен к PCI-Express слоту, то есть, это реалтековский сетевой контроллер, я его подключил вот таким образом, и движение противника более плавнее, я здесь сыграл хуже, я, конечно, крысил, ребят, но я хотел просто зайти, показать вам, вот, игру за снайпера, как вот противники пробегают, вот, моя задача была, поэтому я здесь только со снайпой бегал, я не снайпер ни в коем случае, лучше бы я там за штурмовикой, за штурмовикой, за медика побегал, но я чисто здесь прицел, вот, бегал, крысил там стоял, смотрел как-то вот так. Ребят, у вас на мониторе сейчас материнская плата от MSI, сокет, не сокет, сокет 1151, чипсеты B150, ну, такой, скажем, там, BIOS мне не понравился на этой материнке, там, что-то как-то они намутили, но материнка мне немножко не понравилась в этом плане, вот, B150 тоже не очень-то, как-то такое себе, ребят, по быстродействию эта материнка, опять-таки, я говорю, в каком-то плане проиграла вариант от Гигабайта, но там 250-й чипсет был. Ребят, здесь у нас сетевой контроллер, контроллер Intel i219, и эту материнскую плату я проверял с гиперпнем, с процессором, и, ребят, это i219 контроллер, i219V, да, вот он стоит справа, самый верхний, ребят, Intel i219, он просто классный, самый классный, самый топчик из всего вот этого, вот этих сетевых контроллеров, которые у меня были, он самый классный. Но, ребят, опять-таки, повторюсь, какой бы у вас крутой комплект не был, какой бы у вас сокет там не был, типа 1151, 1151, второй вариант там, да, типа, и сетевой контроллер там, Intel i219 будет, то есть Warface у вас все равно не будет идти идеально, то есть Warface, проблема Warface и в геймплее, в моем плане, никакой топ ПК не позволит, топ компьютер не позволит убить, например, медика, который из-за угла на вас выскочит, он вас просто ваншотнет, вы его даже увидеть не успеете. Это проблема сетевого кода, баланса, именно игры Warface. Вот. А сейчас материнская плата, ребята, это от гигабайта, чипсет B250, сокет 1151, вот, ну, примерно 2016 год выпуска, наверное, да, нет, 2017 год выпуска, ребят, именно B250 чипсет, конечно же, вот, 2017 год, ну, может, конец 2016, уж не знаю, точно не скажу, но отличная материнка и Intel сетевой контроллер i219V, все замечательно, но, ребят, опять повторюсь, что Intel сетевой контроллер, вот я покупал материнку именно из-за этого, старую материнку, да, со старым i7, но сетевой контроллер там 8257, это, ребят, минусы на ПВЕ, позже появляются боты, где-то на доле секунд, когда я бегу, меня постоянно откидывает назад, когда я сталкиваюсь с игроками, я всегда лузер с этого ПК, ребят, и никакой седьмой там мне не поможет, сетевуха, она говорит, братан, ты всегда сзади, я не знаю, в чем там причина, но вот именно даже, когда вот реалтековскую карту подключал, чуть-чуть, но лучше, но, конечно же, иногда уровней по типу i219V там не дотянет, ребят, вот сравнение этих сетевух в районе где-то погрешности, то есть, понимаете, 3 там процента, 5 процентов, 10 процентов, 15, 20, приблизительно, вот такая вот разница у них, какой-то игрок, я уверен, вообще он зайдет, его посади, он поиграет неделю с одного, там, неделю с другого компьютера, неделю с третьего, вот с разных материнских плат, с которых я играл, да, с разных сетевух, и он скажет, да, я вообще разницы не заметил, кто-то скажет так, но, ребят, вот я вот говорю, что именно вот я когда-то играл даже на ПВП, там, и с i219 сетевухи, с этой, ребят, вот было гораздо легче играть, и когда-то давно, опять-таки повторюсь, за автологию, извиняюсь, я пересел на i7, 2 700к, 2012-2013 года выпуска, там, да, и 2012 года все-таки выпуска, конец 2011, и материнскую плату, там, 2013 года, приблизительно, с сетевым контроллером Intel 8257, справа внизу, да, это просто трежер был, я просто сидел и не понимал, почему у меня вот, почему именно вот у меня так, все плохо именно там с уроном, и с прочими вещами, я не понимал, но это очень сильно чувствовалось, что вот как будто игра вообще не так, и вот я тестировал гиперпень, опять повторюсь, на i219 сетевухе, все просто улетно, ребят, вот, и нос, опять-таки, оговоришь, что вот ту же карту, которую PCI Express я купил, сетевую карту, да, я поставил, ей до i219, ну, далеко, скажем таки, далековато, вот, ну, вот как-то так, но на i219, 219, можно там, с противниками бодаться, я даже с ИРК-460, бодался там, с уменьшенным разрешением экрана, я мог там перестреливать челиков, вот, получалось, вот это сетевуха, ребят, все-таки, как бы сказать, вот это вот, кому-то, кто-то скажет, да это бред, ты несешь, полно, нет, ребят, то есть, вот вы попали в противника, это вот то, что вы в него попали, это должен зарегать процессор, с первого данного своей системе в игре, как бы, потом, соответственно, через чипсет, через сетевуху, это все дело отправляется, именно на сервер игровой, и вот это вот время, ребят, оно тоже играет роль, я вот никогда даже за этого не задумывался, как бы, не задумывался об этом, но вот на разном, на разном железе, ребят, поэтому большой привет Андрюхе Некрогриму, он тоже играет на приблизительно такой же платформе, как и у меня, тоже частенько ругается, что урона просто-напросто нет, и тяжело перестреливаться с некоторыми игроками, вот, которые, вот действительно, как бы, как бы это объяснить, они типа появляются, и тебя просто убивают, и ты ничего не можешь сделать, потому что у тебя, ну, элементарно, древняя платформа, сейчас вот, ребят, вот это видео было не самое лучшее, но вот вы себя на экране видели, но это с PCI Express, против достаточно сильных игроков, именно с сетевой картой PCI Express, которая была подключена, там чип реалтековский, ребят, стоял, ну, вот, там вот, даже лучше, чем на i200, именно на i8257, этот, на вот этом древнем, интеловском сетевом контроллере, как-то так, ребят, вот такие вот мои выводы, вот такое оно видео, для этого потребовалось огромное количество времени, скажем таки, все это, чтобы узнать, познать, где-то это кому-то покажется на уровне погрешности, но какие-то игроки это вообще не заметят, но тем не менее, ребята, говоришь сразу, что даже никакие топовые сетевые контроллеры, типа i219, да, но с топовыми процессорами, видеокартами, они позволят вам, ну, скажем таки, добиться того, чтобы Warface стал идеальным, то есть, в плане, чтобы вы там и медиков, и снайперов там с фазумами нагибали, в Warface проблема именно в самом балансе, балансе классов, ну, плохом текрейте, и плохом сетевом коде, именно с ошибками, где игроки там где-то зависают, телепортятся, и прочие-прочие вещи, пишите свое мнение там, об использовании своего оборудования, своих систем, в комментариях, как говорится, все это дело, озвучивайте, будет очень приятно почитать, выслушать, вот, как-то так, но свою точку зрения я озвучил, ребят, и разница все же есть, не все игроки заметят, но для меня, вот, ей богу, поверьте, это очень сильно было заметно, и когда я пересел на вот эту платформу, на вот эту материнку, я немало, как говорится, ругался, но я вот привык, я понимаю, что Warface тоже не идеален, и где-то уже даже не злюсь, не психую, нисколько, да, как бы я понимаю, вот как-то так есть, вот, но тем не менее, разница все-таки в сетевухах, ребята, небольшая, но тем не менее, есть она присуща, как говорится, вот как-то так, всем на этом, удачи, ребят, всем пока.